Продолжение уроков Нравы мусульманина в книге Аллаха Субхану Ва Тааля Сегодня хочу рассказать о братстве в исламе О том, какое значение имеет братство в исламе Аллах Субхану Ва Тааля Ба'ада Ауду Биллахи Мина Шатана Раджим Сказал в Коране Инна Мальму Минуна Ихва Поистине верующие являются братьям Также Аллах Субхану Ва Тааля сказал И вы стали братьями по его милости Семейство Имрана, 103 аят Аллах Субхану Ва Тааля сказал в этом аяте По милости Аллаха, аззаваджаль, вы стали братьями Братство в исламе, это мы понимаем все этого Оно является милостью Аллаха Субхану Ва Тааля Абу Гурайра рассказывал Посланник Аллаха Салля Аллаху Алейхи Ва Саляма сказал Недозволено мусульманину прерывать отношения со своим братом в исламе более чем на три дня И тот кто прервал отношения со своим братом свыше трех дней и умер Войдет в ад сказал пророк Салля Аллаху Алейхи Ва Салям Тот человек который прервал отношения со своим братом больше трех дней И умер в таком положении он войдет в огонь Он сказал, хадис достоверный передает Абу Давуд и имам Ахмад От Нумани Абли Башира, радия Аллаху Альху, сообщается Что посланник Аллаха Салля Аллаху Алейхи Ва Саляма сказал Мусульмане подобны единому телу человека Если его глаз поражает болезнь Это значит, что болеет все тело И если голову его поражает болезнь Это значит, болеет ее тело Хадис передает имам муслим Посланник Аллаха Салля Аллаху Алейхи Ва Саляма также в другом хадисе сказал Будьте братьями, о рабы Аллах сказал пророк Салля Аллаху Алейхи Ва Салям Имам Уртуби, рахима Аллах, комментируя Это слова пророка, сказал То есть, будьте братьями, это что означает? Сделайте то, что сделает вас братьями Как будто вы родные братья Делайте такие деяния, которые вас приближают друг к другу Как будто вы родные братья Передается слов Анаса, что посланник Салля Аллаху Алейхи Ва Саляма сказал Не уверует никто из вас до тех пор Пока не станет желать своему брату в исламе того же Чего желает самому себе Хадис передает Бухаре Муслим Имам Кирмани, рахима Аллах, комментируя этот хадис, сказал Также из имана является не любить своему брату Того же, что он не любит самому себе Не хватает любить ему то, что любишь самому себя Также то, что не любишь себе Также это тоже нельзя Нужно не любить этому брату Не желать ему того же Здесь, когда говорится в хадисе Не уверит из вас никто Здесь не имеется в виду, что человек не будет мусульманином В хадисе речь идет Не будет полноценным верующим У которых вера в совершенном положении Основа исламы, братья мои Это любить каждого мусульманина Любить каждого мусульманина Это основа Мы не можем ненавидеть верующего Который совершил грех За его грех И сделал покаяние за этот грех Или же который получил Свои наказания за этот грех Посланник, салли Аллаху алейху асалям Запретил проклинать человека Который получил наказание за вино Он сказал Однажды его наказывали Один из подвижников, ради Аллаху альху Проклинал его Пророк сказал, салли Аллаху алейху асалям Не проклинайте его Ибо клянусь Аллахом Я знаю, что он любит Аллаха и его посланника Шейху лислам, ибн Таймия, рахима Аллах Комментируя этот хадис Сказал Этот хадис является доказательством Того, что человек Употребляющий вино Может любить Аллаха и его посланника Такой же любой грех Человек может Не означает, что если человек совершил какой-то грех Он вообще вышел из ислама Или он никакое отношение к исламу не имеет Да, есть такие грехи Которые выводят человека из ислама Но за грехи, которые не выводят человека из ислама За это с человеком нельзя прорывать браслени узы Этот хадис является доказательством того, что Человек, употребляющий вино, может любить Аллаха и его посланника А любовь к Аллаху и его посланнику Является одной из самых прочных основ Сказал Ибн Таймия Точно так же и человек, который является аскетом снаружи Может скрывать в себя лицемерие и приверженность к нововведениям Тем самым взывая ненависть Аллаха и его посланника Ибн Хаджар, тоже комментируя эти слова посланника Ибн Хаджар сказал Совершение греха и любовь к Аллаху и его посланнику В сердце того, кто совершил грех Не противоречит друг другу Совершение греха и любовь этого человека Который совершает грех в сердце К Аллаху и его посланнику Они друг друга не аннулируют Одновременно может человек и согрешить И тем самым любит Аллах и его посланник И дальше говорит Ибн Хаджар Воистину, если даже он повторит этот грех Если даже он обратно после того, как Тауба сделал Вернется к этому греху Он не лишается любви к Аллаху и его посланнику Конечно, когда грехов становится много Они потихонечку, любой грех Его окончательная цель, он приводит к куфру Для этого и шайтаны людей заводят Как бы побуждают совершить грех Но где-то по своей слабости Если человек совершил грех Это не означает, что он вовсе не является Мусульманином и нашим братом Даже иногда Вот однажды Другой хадис Увидел Одного пьяного человека Сподвинник Смотрите на наше непонимание религии Сколько мы слышим вот такие слова от наших братьев Даже мы сами такие вещи говорим Однажды увидел одного пьяного человека Сподвинник, салли Аллаху алейху саляму Сказал Да унизит тебя Аллах И тогда посланник, салли Аллаху алейху саляму Сказал Не говорите так И не помогайте шайтану Одолеть его То есть у человека, да, ревность бывает У человека, ну, настолько у него высший иман Настолько у него бывает ревность к религии Аллаха И когда он видит, что совершает какие-то грехи Люди пренебрегают приказом Аллаха и его посланника Иногда его ревность, его гнев преодолевает его И он может такую вещь сказать Да проклинает, да унизит вас Аллах, да уничтожит вас Аллах Но учение пророка, саллилаллаху алифа саллим Не об этом нам говорит Посланник, саллилаллаху алисаллим, сказал Вы помогайте, не помогайте против него, шайтану Не помогайте шайтану одолеть его То есть сделайте ему дуа Чтобы Аллах простил его Направил этот смысл, направил его на правильный путь Сделайте нам инему насиха Вместе того, чтобы сделать против него дуа И обрадовать этим самым шайтаном Посмотрите Ибн Алкаим в своем книге Когда рассказывает О мягкости В религии О любви к Аллаху и его посланнику В религии Там посланник Салли Аллаху алейху асалям Когда у него сын умер Ибрахим У него вышли слезы У пророка салли Аллаху алейху асалям А там другой был Когда ему сообщили, что у него Умер кто-то, он наоборот улыбнулся Так как он Обрадовался предопределению Аллаха Здесь говорит Ибн Алкаим От этого мы понимаем ли, что Довольство Предопределением Аллаха Этого человека, этого сподвижника выше, чем у пророка Салли Аллаху алейху асалям Нет, пророк салли Аллаху алейху асалям Мог с себя собрать И любовь Мягкость И довольство Аллаха Мягкость по отношению к творению Аллаха Субхану алейху асалям И довольство предопределением Аллаха Вот такое должно быть Вот смотрите, пророк салли Аллаху алейху асалям Пророк, когда видел Как нарушали границы Аллаха Как совершали грех Его лицо красным становилось От гнева, как будто гранату Помазали его лицо Он до такой степени гневался Когда видели, как нарушает границы Аллаха Но, тем не менее Этот его гнев Не толкало его делать Против мусульманина дуа Это же дуа против мусульманина Да унизит вас Аллах Да уничтожит вас Аллах Мы видим, что человек мусульманин Совершает грех Из-за нашего ненависти К этому греху Или же к этому мусульманину Нельзя говорить да унизит вас Аллах, да уничтожит вас Аллах. Это дуа против мусульманинам. Абуд-Дарда в одном из асаров говорится, что однажды Абуд-Дарда, ради Аллаху аня, господвижный пророк, салли Аллаху алейкум, проходил мимо человека, который совершал грех. Люди проклинали его за этот грех. Он сказал, вы бы спасли этого человека, если нашли бы его в колодце. Они сказали, да. Он сказал, не проклинайте вашего брата, не проклинайте вашего брата, он брат. Восхваляйте Аллаха, который защитил вас от этого греха, не испытал вас этим грехом. Они сказали, разве ты тоже не испытываешь к этому человеку? Разве ты не испытываешь гнев к этому человеку, который совершает грех? Он сказал, я ненавижу его грех. А он, если оставить этот грех, он мой брат. В любом случае, он мой брат. Поэтому основа Ахли Сунна, в убеждениях Ахли Сунна говорится о том, что мусульманина любит за его брата мусульманина, за его иман, а грехи, если он совершает, мы ненавидим эти грехи, которые совершает этот человек. Сколько братских уз, братья мои, сколько крови были пролито по причине ошибочного мнения по отношению к своим братьям-мусульманам? Из-за того, что люди спешат, сделают какие-то выводы. Хотя есть прямой приказ сохранить братство с человеком, который совершил грех. А что сказать насчет человека, который ошибся во мнении? Человек совершает религию, ошибся во мнении. А что сказать об этом человеке? Если даже человек, человека мы видим, как он совершает грех. Хадисы пророка, саллилла алисалям, говорят нам о том, чтобы сохранили с ним братство. А что сказать насчет человека, который ошибся во мнении, когда он исповедует религию Аллаха, субхану ва-та'аля. Аллах, субхану ва-та'аля, сделал любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха самым крепким узлом ислама. Сообщается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхуа саллилла, сказал, «Самые сильные из узлов веры дружба ради Аллаха, вражда ради Аллаха, любовь ради Аллаха и ненависть ради ради великого всемогущего Аллаха, субхану ва-та'аля, сказал пророк, саллиллаху алейхуа саллиллаху алейхуа саллиллаху алейхуа саллиллаху, дружба и любовь, дружба и любовь, любовь к Аллаху, к его посланнику, к его религии и дружба с мусульманами, ненависть к кафирам и к куфру, который они совершают. Вот это должны быть ради Аллаха, субхану ва-та'аля. у кого есть эти два качества, любовь к Аллаху и его посланнику, к религии, к мусульманам и ненависть, презрение к кафирам, у него это самый крепкий узел веры, сказал пророк. Также посланник сказал в другом хадисе, кто любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха, дает ради Аллаха и отказывает ради Аллаха, у того стал иман совершенным, сказал пророк, любит и ненавидит ради Аллаха, говорит в этом хадисе, не из-за своих каких-то обид или из-за своего, например, своего нафса, если ненавидишь, нужно ненавидеть ради Аллаха и нужно ненавидеть только кафира, мусульманин, если даже какой-то раздор был между братьями и когда проходит этот гнев, нужно возвращаться к основе, возобновить свое братство, сделать тауба, попросить друг друга покаяния, прощения и вернуться к Аллаху. Приводит Анас от посланника. Послушайте этот хадис, какой он интересный. Не было еще такого, говорит пророк, чтобы два человека полюбили друг друга ради Аллаха и и лучшим из них не был бы тот, который сильнее любовью к своему брату мусульманину. Если два человека ради Аллаха полюбили друг друга и кто из них, лучший из них, он больше любит своего брата мусульмана, говорит согласно хадису пророка саллиллаху алейху ассалям. Другой хадис пророка саллиллаху алейху ассалям, говорит на другом хадисе, не было еще, чтобы два человека полюбили друг друга ради Аллаха и разошлись между собой, вот фитна получилось между ними, кроме как из-за греха, который совершает один из них. Вот если между братьями получилось какое-то разногласие и они перестали общаться между собой, это, говорит согласно хадису, достоверному хадису пророка саллиллаху ассалям, один из них совершил грех, по причине этого греха шайтан рассорил между ними. Для того, чтобы побудить любовь к братьям ради Аллаха, Аллах обрадовал их почтением в тот день, когда люди будут в трудном положении, сделав их среди семерих, которые будут под тенью Аллаха, Субхану ва Тааля. Также в хадисе Удси говорится, «Моей любви обязательно удостоятся полюбившие друг друга ради меня, собирающиеся вместе ради меня, навещающие друг друга ради меня, говорит Аллах, Субхану ва Тааля». Из признаков любви к своему брату-мусульманину, желать для него того же, что желаешь самому себе, делать за него дуа в его отсутствие. Человек, если делает дуа в отсутствие брата-мусульманина, это говорит о том, о любви по отношению к своему брату-мусульманину. Вот последнее поколение этой умы, братья мои, испытан тем, что у них, как бы, Субхану Аллах, как бы правильно выразиться, вот этот гнев, который они должны направить по отношению к кафирам, которые притесняют наших братьев и сестер, которые не дают нам исповедовать нашу религию. Эта энергия, этот ненависть сегодня, как бы, мы показываем между собой и среди братьев. Вот это разве не наказание от Аллаха, Субхану Ата'аля? Кафиры увидят, улыбаются, если даже перед ними могут ругать религию Аллаха, Субхану Ата'аля, задевать честь мусульманина, чтобы фитна не было, там, сабр проявил, масляхат было молчать. А когда среди братьев сабр не было, сабр не хватило, там, поспешил, такие отмазки бывают среди братьев. Посланник, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, поистине на мольбу мусульманина за брата своего в его отсутствии приходит ответ, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Послушайте, братья, это хадис. За брата мусульманина, когда его отсутствие человек делает дуа, приходит ответ. У головы его находится специально посланный для этого ангел. Каждый раз, когда человек обращается к Аллаху с мольбой за брата своего, этот ангел говорит, амин, и тебе будет такой же. Имам ун-Науви комментирует эти слова пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, некоторые саллифы, когда хотели сделать за себя дуа, просили за своего брата мусульманина то, что он хотел просить за себя, попросить за себя у Аллаха. Почему? Потому что эта дуа принимается, во-первых, согласно хадису, в его отсутствии, когда человек делает дуа, эта дуа принимается, и ему тоже будет дано такое же. Вы посмотрите, понимание религии этих саллифов. Они знали, что, быть может, они недостойны, чтобы Аллах ответил их мольбу. Но Аллах сделал так, чтобы, когда брат за брата делает в его отсутствии дуа, Аллах принимает эту дуа, и находится ангел возле него, который ему делает такой же дуа, и все же возвращается. Добро, которое человек сделал в этой жизни, возвращается. И зло, если человек того бы не сделал, тоже возвращается. Поэтому, как говорится, мы – это наше деяние. Истинные, посмотрите, братья, это хадис, да, которые олицетворяют истинную любовь между собой, когда братья, и реальная, когда не замерзкие, не меркантильные, когда у них любовь, когда это любовь ради Аллаха. Истинное братство, братья мои, продолжается до самого судного дня. Послушайте. Поистине, говорит пророк, саллиллаху алейкум, обитатели рая, когда они войдут в рай и не найдут своих друзей, которые были с ними, совершали благое в этом мире, спросят о них Господа и скажут, о Господь, у нас были братья, которые молились с нами, держали пост с нами, но мы не видим их сегодня с нами. И Всевышний Аллах, субхану а таалу, скажет ангелам, идите в ад и выведите из него того, у кого в сердце было хоть частица имана, сказал пророк, саллиллаху алейкум, посалям. Посмотрите, братья, сегодня, даже не говоря об Ахирате, вот представьте себе, человек зашел в рай, все трудности позади, он увидел Аллаха, он увидел постанника, саллиллаху алейкум, увидел рай, который Аллах ему уготовил, он не забыл своих братьев в раю. В этом мире как быстро братья забывают братьев. Вот чуть-чуть человек поднимается в этом мире, ему уже прежний круг неинтересен. Он же ловит другой ауру, другой круг, других людей. Ему неинтересны эти простые братья, вчера с кем он хлеб делил, ему интересны сегодня известные личности, вот с ними он должен фоткаться. Уже на звонки простых братьев, которые он вчера с ними сидел, уже не отвечает, через день на их смс отвечает. Это ради его братства? Это братья Дуньевское братство, не братство ради Аллаха. Братство ради Аллаха в любом положении оно сохраняется, в любом положении. В каком бы человек положении ни был, вот это братья мои братства. Эти люди даже в Ахирате в раю не забыли своих братьев. Не то, что чуть-чуть человека поправилось положение, он уже ногу, землю под своими ногами не чувствует, и упор своих прошлых друзей уже не замечает. Хасан Аль-Басри, да помилуйте его, Аллах говорит, берите в друзья много верующих. Берите в друзья много верующих. Никаких-то там непонятных личностей. Верующих, сказал пророк, салля Аллаху, Хасан Аль-Басри. Пророк тоже говорит, ты не дружи ни с кем, кроме как верующим, сказал, и пусть не покушает твою еду, кроме как богобоязненец, сказал. Берите в друзья много верующих. Поистине они заступничество в судный день Сказал пророк Салли Аллаху Алию Хасан Аль-Басри Имам Ибн-Аль-Джаузи Да помилуйте его, Аллах говорит Если вы не найдете меня в раю Среди вас То спрашивайте обо мне и скажите О наш Господь Такой-то раб напоминал нам о тебе Он был проповедник И потом Ибн-Аль-Джаузи Да помилуйте его, Аллах заплакал Господь наш, прости нас и наших братьев Которые уверовали раньше нас Не насаждая в наших сердцах ненависть И зависть к тем, которые уверовали Господь наш воистину Ты сострадательный, милосердный Прошу Аллаха Чтобы Аллах Увеличивал нашу любовь По отношению к своим братьям-мусульманам Чтобы Аллах Объединил мусульман Очистил их сердца Вот эта зависть Ненависть, который есть у мусульман Между собой Чтобы Аллах Субхану ва Та'Аля Избавил от этого Амин Ассаляму алейкум Рахматуллахи Субхану ва Субхану ва Субхану ваше Субхану ваше Субхану ваше Субхану ваше Субхану ваше Продолжение следует...